добрый день дорогие друзья милостью божией мы начинаем с вами курс я долго думал как мне его назвать курс лекций академический курс существует очень много терминов или форматов того как бы мне хотелось или как бы я мог представить тем которая меня интересует но конечном итоге я остановился на более демократическое что ли формулировки мы назовем наши лекции просто беседами и думаю что это то что существует сейчас огромная необходимость и почему посвятим с вами ближайшие несколько дней но обо всем по порядку давайте я расскажу немножко о себе чтобы было понятно откуда зачем и почему я уверен что в жизни каждого человека существуют некие поворотные моменты которые неверующий человек называет фатализмом а мы верующие люди воспринимаем это как волю божью как сказал один достаточно знаменитый хасид еврейский праведник и раввин он сказал что у верующих людей как правило нет вопросов в то время как у неверующих нет ответов вот я знаю что вопросы которые я не задаю господу богу свидетельствует не столько моем невежестве а мы все с вами невежественно это одна из замечательных вещей которые я открыл себе и чем дальше я живу тем больше я себе это открываю так вот чем больше мы понимаем что мы не знаем тем смирение наши сердца я в этом абсолютно уверен вот господь бог устроил так моей жизни что я сын переживших катастрофу и внук который никогда не видел своих дедушку и бабушку потому что они были убиты во время войны причем были убиты людьми которые формально называли себя христианами хотя я отдаю себе отчет что они таковыми себя считали на самом деле вот я уверовал в иисуса христа мне зовут михаэль сын что на еврейте имя михаэль обозначает микаэль это три слова который переводится как кто подобен богу не очень удобно и приятно представлять себя не всего лишь остается протянуть вперед свою руку и сказать кто подобен богу кто подобен богу фамилия мая цин ничего не имеет общего с китайской хотя многие подозревают вплоть до первого свидания со мной когда все вопросы о моем китайском происхождении сразу пропадают фамилия мая цин это еврейское звучание или еврейское написание того что мы читаем в русской библии как слово син он упоминается 7 раз в писании это то пустыня лета пустыня через которую моисей вел свой народ в землю обетованную если вы попадете сегодня в израиль то увидите огромное количество дорожных указателей знаков и горных потоков и пустынных потоков которые названы моим именем что делала бы меня человеком чрезвычайно гордым если бы это находилось моих владениях однако моих владениях никак не находится тем не менее когда меня спрашивает достаточно часто этот вопрос очень популярен среди русскоязычной аудитории которые любят загадывать либо назад либо далеко вперед либо вопросы о построении третьего храма либо о том что было тогда и меньше интересуется тем что происходит сейчас так вот они задают мне вопрос какому колену я принадлежу вообще-то искренне или честно ответить было бы я не знаю и понятия не имею но поскольку не хочется не расстраивается аудиторию не лишать себя некой надежды я говорю дело в том что евреям когда-то древние времена имена давались по имени местности в которой они проживают и вот пустыня цин и мы так называется созвучно моему имени она находилась во владениях колена иуды поэтому говорю я в таких случаях у меня есть серьезные основания полагать что иисус христос был не только моим родственником духовным коим он является для всех нас но и родственникам физическим так что видите у меня достаточно хорошие родословные семья точно также ну а если серьезно то конечно я думаю что иисус христос гораздо степени был больше похож на меня внешне чем он похож на того классического иисуса христа голубоглазого блондина больше на шведа или на англосакс а какими его представляют не только на иконах но его как бы во всем современном относительно современном искусстве и знаменитая картина которая называется тайная вечеря и которой мы все с вами привыкли к классическому образу того что там происходило можно сколько угодно критиковать на самом деле так ли стоял стол были тогда на самом деле скамейки в том виде в котором они были но если вы посмотрите внимательно на это чудесное произведение искусство то вы обнаружите что евреем там выглядит лишь один человек это иуда естественно курчавые черноволосы все остальные то ли славянской то ли европейской внешности именно так естественно представляет или представляла себе церковь иисуса христа от не случайно почему я об этом говорю это имеет естественного отношения к моему обращению а все время мне удалось побывать в риме и в одной из церквей стоит знаменитая скульптура моисея и когда вы подходите к этой скульптуре то вы вдруг обнаруживаете что на ней есть небольшие рожки и это как бы достаточно удивительная вещь оказывается все имеет свои исторические корни свое время и раним когда он создавал свою вульгату а именно перевод древнееврейских текстов на латинский язык он немножко перепутал слова и слова сияние крына на иврите крына он прочитал как карна им рога поэтому с его как бы благословения из благословения римской католической церкви этот текст стал каноническим а скульптор естественно ничтоже сумящихся естественно изобразил моисея с рогами ибо моисей и тора моисей и его закон воспринималась антиподом или иным антиподом новозаветной для благую вести или иными словами новозаветный бог с точки зрения классической католической церкви и отчасти протестантской был не богом ветхого завета хотя мы естественно много об этом говорим и мы утверждаем что это один и тот же бог одно и тоже прогрессивно и или прогрессирующие по-русски откровение тем не менее где-то в глубине души церковь почти что всегда была уверена на некоторые этапы более чем уверена в том что в свое время бог настолько поменялся что по сути своей стал другим богом новозаветным богом я здесь для того чтобы развеять этот миф есть для того чтобы рассказать о том что господь бог никогда не меняется и он всегда один и тот же и я тому есть определенные степени доказательства родившись в семье в которой отец был религиозным евреем вплоть до того времени когда ему довелось пережить ужасы концентрационного лагеря и утеря своих родителей видеть смерть десятков тысяч людей и по как говорят неверующие люди счастливой случайности бежать из контент из концентрационного лагеря буквально за один день до его полная ликвидация затем проведя полгода в лесу и в конечном итоге выйдя из этого леса будучи 50 килограммовым юношей при росте метр восемьдесят пять пережившим тиф мой отец поставил себе тот самый вопрос который ставят многие евреи если бог был он наверное умер потому что невозможно себе представить что милостивый бог допустил те ужасы которыми прошло столкнуться моему отцу позднее родился я спустя десять лет после его чудесного спасения и у меня дома вопрос был поставим достаточно просто никаких разговоров о боге вообще и в частности об иисусе христе иисус христос воспринимался как синоним слова враг убийца и как синоним предводителя чуждой религии чуждо не просто еврейскому прошлому но естественно еврейскому настоящему еврейскому будущему если вы хотите что-нибудь запретить вашим детям вы скажите ему делайте это и наоборот если вы хотите чтобы ваши дети не делали что-то вы ему скажите делай естественно после того как мне запретили читать библию первое что я сделал я ее отыскал я ее отыскал это было не так просто мне было 14 лет и я ее нашел И с удовольствием читал Ветхий Завет и Новый Завет. И мне очень нравился Иисус Христос. Я его не воспринимал, естественно, как Богом. Но он мне очень нравился за то, что он сделал по достаточно странной причине. Я чувствовал себя несколько отмщенным за все, что христиане сделали с нами, с евреями. Тем фактом, что Иисус Христос представил себя, или, как я считал, обманул неевреев, представил себя, как Богом. Нас-то, евреев, он, конечно же, обмануть не мог. Мы чрезвычайно умны. А вот их он все-таки обманул. И вот все вот эти вот несчастные неевреи верят, сколько их миллиард, что еврейский парень из Галилеи на самом деле является их Богом. И хотя это повлекло несчастливое несчастье для нас, тем не менее сам факт того, что один из наших обманул так много их, мне на самом деле льстил. Но я ни во что не верил. Мало того, я был еще и инженером. Потом я женился. А моя жена верила во все. Она верила во все, потому что она художник. Художники верят во все. Она видела сны. Я снов никогда не видел, разве что, если что-то не то съем. А она их видела регулярно. И она верила сразу во все. И в Моисея, и в Иисуса, и в Будду, и в Кришну. Занималась медитацией. То есть, чем больше вещей ты веришь, тем более ты духовный. Я знаю, что это мнение существует, наверное, и до сегодняшнего дня. Мы с ним были достаточно эклектическая такая пара. И мы уехали в Израиль. Не потому что нам хотелось туда, а потому что нам надоело жить там. И мы приехали в 89-м году в Израиль. И там мы познакомились с людьми, которые, не будучи евреями, тем не менее, знали так много о еврействе, как мне никогда и не снилось. И кроме всего прочего, что самое замечательное было в их жизни, они никогда не жаловались. Они за все возносили слава богу, в которого я тогда не верил. Прославляли его. Но, да не это. А, наверное, их жизнь, вот, любовь, гостеприимство, открытость, искренность, желание помочь, бескорыстие, всепобеждающий оптимизм, нежелание думать о других людях плохо, нежелание списывать собственные неудачи и ошибки на других людей, нежелание искать оправдание своим поступкам. Это, на самом деле, чудовищно подкупало и вызывало то, что Павел позднее, вернее, раньше, но я позднее об этом узнал, назвал словом ревность. И нам захотелось жить, как они. И в 90-м году в Иерусалиме, в получасе ходьбы от горы Мария, в доме у этих христиан мы уверовали. Я и моя жена в один вечер в Израиле, там же, спустя некоторое время мы крестились, естественно, в реке Иордан, и с тех пор мы проповедуем Евангелие. Проповедуем Евангелие, во-первых, Иудею. По какой причине? По причине очень простой. Мы живем в Израиле, мы живем в Иерусалиме, делаем мы это народу Израиля, на языке народа Израиля и на русском языке. Русский язык в последнее время стал едва ли не самым популярным языком в Израиле, и после языка иврит, начиная с 89-го года наших с вами бывших соотечественников приехало в Израиль более 1 миллиона на сегодняшний день. Каждый четвертый израильтянин говорит по-русски. Это, кстати, еще один повод для вас приехать и заниматься тем, что я называю евангелизацией. Мы будем говорить сегодня с вами об этом. Так что с тех пор, с 90-го года мы проповедуем Евангелие. в Израиле, и я могу сказать слава Господу Богу за великие и чудные дела, которые он там творит, используя нас как инструмент. Я руковожу миссией на сегодняшний день, самой большой миссией, которая существует в Израиле. Это называется миссия Бейтсар Шалом, или Дом князя мира. У нас отделение в 14 странах мира. И мы сможем просто свидетельствовать тем замечательным вещам, которые происходят в Израиле. Если, например, в 48-м году, сразу после образования государства Израиль, в Израиле было 23 еврея, рожденных свыше. По крайней мере, мы их знаем по пальцам, кто это были. Это были две семьи практически. А в 89-м году у нас было около 500 человек. То сегодня мы можем говорить о цифрах 20-25 тысяч. То есть, должно быть понятно, что существует очень серьезная тенденция к достаточно такому взрывному росту. И то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, оно как раз и основано на понимании или осознании процесса, который происходит в Израиле, и некоторых методологиях того, каким образом мы должны доносить Евангелие до евреев. Собственно, курс, о котором мы с вами будем говорить, или который мы будем разбирать, он несет название, чисто условное название, потому что я отдаю себе отчет, что очень часто мы немножко отходим в сторону от предполагаемых тем, или даже направлений развития той или другой темы. Мы его условно назвали «Библейские основы евангелизации и некоторые вопросы еврейской апологетики». Библейские основы евангелизации и некоторые вопросы еврейской апологетики. В общем, но перед тем, как мы окунемся с вами в детали, мы будем с вами говорить в последующих лекциях о мессианских пророчествах, в частности, о пророчествах, которые есть в Евангелии от Исаии. И я не оговорился, потому что я на самом деле считаю благою вестью пророчества от Исаии. Мы с вами будем говорить, и все время позволят, о пророчествах, которые есть в Данииле. Но, может быть, самое главное, чтобы мы сразу для себя осознали. Если Иисус не является мессией для евреев, то он и не является мессией для всех других народов. Если Иисус не родился от девы, если Иисус не умер на кресте, не воскрес на третий день и не является собой единственный путь спасения для евреев, то он автоматически не может быть мессией для всех других народов. Почему я это говорю? Наш подход к курсу будет отличаться от всего того, что вам, наверное, доводилось слушать до этого времени. И он будет отличаться в том смысле, что мы попытаемся представить себе, какие возражения были бы, условно назовем его, классического еврея против мессианства Иисуса Христа. И если нам удастся показать, что эти возражения несостоятельны, то мы тем самым сможем показать, что Иисус Христос является мессией не только для евреев, но и для всех других народов. Если в то же самое время нам не удастся с вами достаточной степени убедительности возразить на возражения классического или традиционного еврея, а смею вас уверить, иногда эти возражения достаточно серьезные, и их не рассматривают в рамках традиционного курса христианской апологетики. Так вот, если нам не удастся найти серьезные возражения против этих возражений, то тем самым мы не имеем права идти проповедовать Евангелие неевреям, пользуясь их определенным невежеством в вопросах происхождения еврейской евангелизации. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminary.com Итак, мы наметили с вами рамки того, чем мы будем заниматься, а сейчас я хотел сказать бы несколько слов о том, как мы должны относиться к тому, о чем мы будем говорить. В свое время, когда я уверовал, это было 20 лет назад, на второй день я знал абсолютно все. Все. Не только Евангелие, я был уверен в каждой доктрине, которую мне преподали. Я был абсолютно убежден, что мой путь, это и есть путь Иисуса Христа. Со временем, прошли годы, я стал сомневаться в том, все ли я знаю. На сегодняшний момент я не знаю почти ничего. Я очень рад этому. Я надеюсь, что наступит когда-нибудь день, когда я пристану перед Господом Богом и скажу, Господи, я ничего не понимаю. Я думаю, это будет вот тот самый момент просветления, которого мы все должны искать, тщетно пытаясь что-то понять здесь, на этой земле, и образуя различные догмы, теории, построения, целые науки, которые с легкой руки людей мы назвали теологиями, или богословиями, или антропологией, или асхатологией, или хроматологией, называйте как хотите. На самом деле, чем дальше я живу, тем меньше я уверен в правомощности существования подобных наук, или наук, описывающих Господа Бога. Я тем больше убеждаюсь, что с наступлением определенного времени каждый человек должен отойти от того, что называется систематической теологией, или желания поместить Бога в рамки определенных доктрин, наших представлений о том, кем является Бог, в сторону того, что я называю библейским богословием, или, как его иначе называют, историческим богословием. То есть, предоставить Господу Богу и действовать в определенных рамках, в определенных этапах истории человечества, которые называются либо диспенсациями, либо определенными администрациями, и не пытаться обобщать его действия в рамках всего исторического процесса. Это даст нам возможность иметь некую гибкость, если не в понимании процесса, творимого Господом Богом в истории, то по крайней мере в отношении себя в путях развития смиренности в самом себе. Если некоторое время назад я каждый раз возмущался и огорчался от того, что я что-то не знаю или что-то не понимаю о Господе Боге, например, я никогда не мог понять идею Троицы. Я могу ее принять, но я не могу ее понять. Точно так же, как я смотрю в телевизор, я прекрасно им пользуюсь, но это не значит, что я понимаю, как он работает. Тем не менее, я не могу отвергать факта существования телевизора и изображения на нем. Так вот, если когда-то факт непонимания мною Троицы вызывал у меня серьезное раздражение, то сейчас он у меня вызывает радость, того, что я это не понимаю. Или, например, если когда-то я не мог абсолютно примирить в своем сердце наличие доброго и праведного Бога и параллельное существование в этом мире зла, то сегодня, не понимая, как это происходит или не понимая, как это может быть, тем не менее, во мне это не вызывает отрицательных эмоций. Сегодня я каждый раз, после того, как я обнаруживаю, что я чего-то не понимаю, я говорю, слава Богу, аллилуйя, я не понимаю и этого, я не понимаю еще больше. И, по идее, в верующем человеке это должно вызывать рост смирения или осознание того, что мы есть ничто по сравнению с Господом Богом. Мне бы очень хотелось, чтобы в конце курса, который мы с вами вместе будем обмышлять, это, наверное, не совсем правильное слово, о котором мы вместе с вами будем рассуждать. Простите, мой русский, он все-таки как бы немножко изменился за последние 22 года, как я не живу в России. Так вот, по мере того, как мы с вами будем разбираться в вопросе, мне хотелось бы, чтобы мы с вами научились развивать в себе вот это вот смирение, чтобы к концу курса мы могли сказать, теперь я ничего не знаю. Это было бы самым замечательным из всего того, что мне хотелось бы добиться, но чтобы при этом руки у вас не опускались пессимистически, а чтобы они поднялись вверх, воздавая хвалу Господу Богу, чтобы мы поняли, что мы не настолько низки и плохи, насколько Он велик. Это две огромные разницы. Не понимать о великом нормально. Мне очень кажется, что вот сам процесс осознания Бога, или сам процесс желания проникнуть в его суть и есть по своей природе награда за наше стремление что-нибудь о нем узнать, а вовсе не конечный результат. Как сказал один знаменитый философ, я знаю, что я ничего не знаю. И, как правило, это все, чему нас учат. После этого следовало еще предложение. Он сказал, что другие же знают еще меньше. Люди, которые не знают, что они ничего не знают, они на самом деле вообще ничего не знают. И думаю, мы с вами находимся в этой связи достаточно в выигрышной ситуации. Поэтому, для того, чтобы подытожить вот эту как бы вводную часть, давайте как бы определимся, чем мы будем заниматься и что мы получим в конце. Мы с вами будем заниматься основаниями вопроса евангелизации, несмотря на то, что мы думаем, что мы знаем, что подразумевается под этим термином. И мы попытаемся разобраться в некоторых вопросах именно еврейской апологетики или еврейских возражений против стандартных положений евангелизационного процесса. Кроме всего, мы с вами рассмотрим мессианские пророчества или пророчества о приходе как первом, так и втором в этот мир Христа или на еврейской мессии. Мы выделим с вами доминантную роль в планах Божьих евангелизации среди евреев. Ибо, как мы с вами уже отметили, если это неверно для евреев, то это неверно и для всех остальных народов. И в конце мы с вами попытаемся ответить на знаменитый вопрос, который на еврейском звучит. азма, а по-русски что делать? Что мы со всем этим будем делать? Если нам хотя бы удастся в какой-то степени, даже если не ответить на эти вопросы, но ощутить, почувствовать вот эту тенденцию, направление, в котором мы должны двигаться, то я со своей стороны буду считать, что время мы провели с вами не напрасно. И я надеюсь, что у вас будет точно такое же мнение. Еще одно. Если у вас будут вопросы, мы не будем их задавать разнонаправленно и не упорядоченно во время каждой отдельной лекции, но мы попытаемся в конце блока лекции выделить какое-то время, для того, чтобы вы могли задать свои вопросы. А. Я не гарантирую, что я знаю ответы на эти вопросы. Слава Богу. Я честно всегда скажу, что я не знаю, я порадуюсь вместе с вами. Вы, может быть, злорадны, а я нет. В любом случае, я скажу, что я не знаю и все тут. Вы зададите мне эти вопросы, я попытаюсь на них ответить. Второе. Огромная просьба задавать вопросы, которые имеют отношение к тому, о чем мы с вами говорим. Помните, что вопрос это гораздо больше половины ответа. Своим студентам я очень часто ставлю пятерки за правильно сформулированные ответы. По одной простой причине, потому что правильно сформулированных ответов практически не существует. Но я им ставлю хорошие оценки за правильно сформулированные вопросы. Потому что постановка вопроса говорит мне о ходе мысли того и другого студента. Поэтому прежде чем вы будете задавать вопросы, попытайтесь, пожалуйста, сформулировать для себя, что вы хотите узнать и для чего вы хотите узнать. И я, как я уже сказал, буду рад ответить вам на эти вопросы. С этой мыслью мы начинаем готовиться, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, начинаем готовиться к непосредственному курсу, который мы с вами заявили. А вы параллельно делаете себе заметки и пытаетесь поставить перед собой вопросы, на которые вам хотелось бы, чтобы я дал вам ответы. Продолжение следует... Продолжение следует...